Привет! А в этом видео мы расскажем, какие рождественские блюда должны быть на столе. С давних пор и до нашего времени сохранилась важная традиция готовить на Рождество 12 блюд, которые символизировали количество месяцев в году и апостола Христа. Каждый из этих блюд имеет свое значение. По традиции члены семьи сначала читают молитвы, после чего делятся оплатками или просто хлебом. Первым отламывает муж, потом жена. Каждый отломанный кусочек просит прощения за принесенные обиды. Также в этот день принято соблюдать ряд других традиций, среди которых стелить сено по скатерть с рождественского стола, что символизирует хлеб и ясли, в которых был рожден Христос. Ну а давайте поговорим про традиционные блюда на рождественский стол. Первое – это кутья. Главное из рождественских блюд Святого Вечера. Обязательно подается на Святой Вечер в канун Рождества, а также на Крещенский сочельник. По преданию, в тот момент, когда человек вкушает пшеничные зерна с медовой водой, души в потосторонней мере также испытывают сладость и радость. Традиционно в качестве основы для блюда служит цельная пшеница или ячмень, но в некоторых регионах используют и другие зерновые, например, рис, чечевицу, гречку и прочее. Крупу отпаривают, заправляют маковым молочком, сахарным сиропом или узваром. Это компотом из сухофруктов. По желанию добавляют в мед, орехи, цукаты и прочие вкусности. Второе блюдо – это хлеб. Хлебу в народе всегда уделялось особое внимание. К нему в сочельник причисляют и пирожки. Хлеб – символ урожая и жизни. При возможности хозяйки запекали в нем символы, которые приносили бы удачу, богатство и защищали от неудач, например, чеснок, горох и мелкие монеты. Сейчас хлеб можно легко испечь при помощи хлебопечки. Следующее блюдо, которое должно быть на рождественском столе – это винегрет. Поскольку среди обязательных блюд на сочельник должен быть холодный салат, многие предпочитают готовить именно винегрет. Тем более, что необходимые для него ингредиенты – это спекла, картофель, фасоль, морковь, квашеная капуста или соленые огурцы – есть почти в каждом доме. Важно также не забыть добавить туда зеленый или репчатый лук. Узвар – это неизменный спутник кутии. Для его приготовления хозяйки всегда использовали сушеные яблоки и груши. Предки верили, что именно в этих фруктах содержится солнечная энергия. Постный борщ – одно из наиболее популярных блюд. На сочельнике его готовили постным, поэтому часто для его приготовления использовали грибы. В целом же, каждая хозяйка готовит борщ по привычному ей рецепту. Кто добавляет фасоль, кто помидоры, а некоторые добавляют туда и яблоки. Соленья – обязательны на рождественском столе. Их можно назвать легкими рождественскими постными блюдами, дополняющими любой гарнир. Голубцы – для приготовления голубцов использовались капустные листья, в которых заворачивались пшеничная, гречневая или рисовая каша. Некоторые хозяйки вместо этого добавляли тертый картофель со всевозможными добавками. В целом, капустные листы символизируют продолжение рода. Рыба. Поскольку на рождественский стол ставят постные блюда, то вместо мяса ставится рыба. При этом рыбу можно жарить, запекать с овощами или даже делать из нее заливное. Вареники. Вареники – это частый гость на праздничных столах, но они могут быть разнообразной начинкой. Это может быть капуста, картофель, творог, вишни и любые другие начинки. Пюре из фасоли. Получается более нежным, чем картофельное, хотя современные хозяйки отдают предпочтение именно картофельным пюре. Готовить его очень легко. Для этого полкилограмма фасоли нужно вымыть и замочить на ночь. Утром залить свежей водой и сварить. Сваренную фасоль растереть до почти однородной массы, добавить соль, перец по вкусу и заправить жареным на массе луком. Хотя повторимся, что можно готовить и именно картофельное пюре. Это уже по вкусу. Следующее блюдо – это квашеная капуста. Это еще одно традиционное славянское блюдо. Капусту смешивают с замороженной клюквой. Клюква и капуста дополняют друг друга. В сочетании получается хороший набор витаминов и микроэлементов. Квашеную капусту на рождественский стол надо готовить заранее, хотя бы дня за три. Следующее блюдо – это печеные яблоки. Одно из традиционных блюд на рождественском столе. Чтобы приготовить его, яблоки запекали с медом и изюмом. Некоторые хозяйки добавляли в яблоки корицу и гвоздику, делая блюдо более ароматным и изысканным. Итак, это был перечень из 12 блюд на рождественский стол. Ну а самое главное – это хорошее настроение и доброжелательное отношение со своими родными и близкими. Приятного вам! Счастливого Рождества!